Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как работнику не ошибиться с выбором верного способа защиты трудовых прав? На что следует обратить внимание, принимая решение об обращении за защитой? И как меняется законодательство в части обеспечения, соблюдения и защиты трудовых прав работников? Об этом говорим сегодня с начальником отдела Государственной инспекции труда в Самарской области Светланой Лютиковой. Эфир прямой. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы по телефону 202-11-22. Здравствуйте, Светлана Игоревна. Добрый вечер. Ну вообще, хочется понять все-таки, как нам можно защитить свои права и какие существуют способы защиты? Способы защиты трудовых прав определила 352-я статья Трудового кодекса. И в числе основных способов такой защиты она называет следующие. Это самозащита работниками трудовых прав, защита трудовых прав профессиональными союзами, государственный надзор, контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и судебная защита. А что входит в понятие самозащита? Это такой вот термин, что предполагает сразу какой-то бой, что вот начинает человек защищаться. Что нужно, как действовать? Самозащита – это что? Ну, самозащита – это когда работник самостоятельно своими силами и средствами, без помощи надзорных органов или каких-то общественных организаций. Начинает сам. Или, да, государственно-принудительных, например, суда сам защищает свои права. Но самозащиту не нужно приравнивать к самоуправству. Некоторые работники зачастую почему-то предпочитают путь самоуправства. Например, если не выплачивает достаточно продолжительное время работодатель заработную плату, то очень многие работники, эта практика широко распространена, они эту работу оставляют, уходят, на работе не появляются. Это вот такая, по их мнению, форма защиты нарушенного права. На самом деле все должно происходить вот в части этой, например, немножко по-другому. Действующая сейчас редакция 142-й статьи Трудового кодекса, она как раз крайне благоприятна для работников, потому что устанавливает их право приостановить работу в связи с задержкой выплаты заработной платы, например, на срок свыше 15 дней, известить об этом письменно работодателя, а также о готовности возобновить работу на следующий день после оплаты. И при этом заработниками, что очень важно и существенно отличается от прежней редакции этой статьи, сохраняется средний заработок на время приостановки работы. Главное предупредить. Безусловно, главное предупредить. Ты можешь быть свободен, ты можешь быть дома, ты можешь устроиться на работу по совместительству, что кодексом не запрещено, получать в другом месте оплату за свой труд и в это время ожидать, пока работодатель тебе заплатит причитающиеся деньги. Там же, где речь может идти, например, об угрозе здоровью жизни работника, работник вправе отказаться от выполнения такой работы. И вот если позволите, такой случай я приведу из личной практики, есть одна замечательная организация, которая называется ООО «Чапаевский силикат». От работников этой организации в течение года поступает очень много обращений. Речь уже идет на десятки, ближе к сотне. Работники жалуются на то, что им постоянно выплачивается с задержками заработная плата, либо не выплачивается вовсе в течение двух-трех месяцев. И также то, что работодатель не обеспечивает им необходимые условия труда. Производство связано с химическими процессами, с известью работают. Работодатель этого не обеспечивает. Тут особая ситуация. Вот именно этот работодатель, он воспрепятствует нашей деятельности, о чем уже составлено множество протоколов, и есть постановление мирового суда на эту тему. Но мы-то, со своей стороны, пытаемся принять какие-то меры, выезжали с целью проведения проверки в эту организацию. Я, еще начальник отдела по охране труда, и, конечно, нас встретил там не работодатель. Нас там встретили работники, которым мы все это на доступном языке, популярно, со ссылками на статьи разъяснили. Препятствует ваш работодатель, самозащиту трудовых прав не отменял, реализовывайте, действуйте. Вы думаете, прекратились обращения? Нет. Только сегодня два новых принесли. А давайте разберем, вот можно даже на этом примере или на любом другом, какая должна быть последовательность. Потому что сначала обязательно самозащита, потом профсоюз, потом инспекция труда, потом суд. Или можно прям сразу идти в суд, или сразу в профсоюз, или что? Вы понимаете, это самостоятельные способы защиты трудовых прав, а не последовательные стадии какого-то одного процесса, который вот называется защита трудовых прав. Единственное, я хотела бы просто так немножко за скобками оставить защиту трудовых прав профессиональными союзами. Почему? Мы ведь во время проверок у всех работодателей запрашиваем их локальные нормативные акты, правила внутреннего трудового распорядка, положение по оплате, по премированию, о нормировании труда. И по закону в соответствии с трудовым кодексом все вот эти вот локальные акты, их работодатель должен утвердить с учетом мнения представительного органа работников. Как правило, в коммерческих организациях во всяком случае, а вот отдел, в котором я работаю, он за таким родом работодатель надзирает, все эти правила и локальные и другие нормативные акты утверждены единолично директором. Почему? Просто нет этого представительного органа работников. Ни первичной профсоюзной организации, ни Совета трудового коллектива. И был один случай, я не знаю, может быть, его даже в анекдоты стоит записать, когда председатель первичной профсоюзной организации одного муниципального предприятия, я уж не буду называть это предприятие, если позволите, написал на Государственную инспекцию труда жалобу в прокуратуру области. Предмет жалобы знаете какой? Что предприятие подвергается слишком частому и пристальному надзору со стороны инспекции. От этого предприятия ежемесячно 5-6 жалоб бывает точно разных работников, а то даже и больше. И вот профсоюзный лидер оказался недоволен тем, что мы по жалобам проверяем. Поэтому такой способ защиты я, по крайней мере, для себя оставляю за скобках. Самозащита актуальна. Государственный надзор актуален, причем с большим креном, потому что количество обращений растет, растет и растет. И судебная защита. А вот судебной защите работники как раз мало внимания уделяют. Да, а вот в каких случаях, вот как разобраться, когда нужно все-таки идти в суд? Во-первых, это не бесплатное, так скажем, удовольствие. Не у всех, может быть, и сил хватит, и терпения, и денег, даже чтобы в суд на какие-то там мыски, еще что-то. Ну, про небесплатные удовольствия, вы знаете, это любимый аргумент, такая уловка наших работников. Уж если называть это удовольствием, то оно именно бесплатное, потому что 393-я статья прямо говорит о том, что по искам, вытекающим из трудовых споров, работники освобождаются от уплаты пошлины и судебных расходов. Другое дело, что если вы хотите какие-то невероятные суммы получить с работы дателя, допустим, в суде доказать причинение вам существенного морального ущерба, и для этой цели вы будете нанимать каких-то представителей, адвокатов, прочее, конечно, вам потребуется понести на оплату их услуг расходы. И то, если решение суда состоится в вашу пользу, то решением суда опять может быть определено возмещение части этих расходов, но в разумных пределах. А сама по себе подача из кого в заявление и начало вот этого процесса гражданского, оно абсолютно бесплатно, никаких издержек не требует для работников. Ну, а что касается того, в каких случаях именно в суд идти, так, во-первых, часть этих оснований, она прямо предусмотрена законом. 391-я статья Трудового кодекса, она говорит о том, по каким спорам работник должен обращаться непосредственно в суд. Светлана Игоревна, давайте перечень чуть позже, потому что к нам дозвонился телезритель, послушаем вопрос. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, как вас зовут, представьте. Ольга. Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как нам быть в этой ситуации? Я работаю на заводе «Прогресс» в Горщице, и у нас ненормированный рабочий день. Дело в том, что у нас завход, она постоянно начинает на нас кричать. Повышение голоса, начинает все нам как бы командовать сильно очень, что положено, что не положено, бывает даже в лицензурной форме. Скажите, пожалуйста, как нам быть? Спасибо, Ольга, за вопрос. Вот часто такие вопросы вообще поступают? Это же вот уже такое, ну, на психологическом уровне, да? Такие вопросы поступают часто, но вот я хотела бы отметить, что это все-таки ситуация конфликта внутри трудового коллектива, между работником, и не факт, что завхоз вот по отношению к нашей дозвонившейся Ольге является работодателем. То есть мы с позиции трудового законодательства вмешаться в этот процесс, вот их взаимоотношения, мы не можем. Но для этого как раз вот и нужны представительные органы работников, что они могли хотя бы внутри коллектива, пусть даже на Совете трудового коллектива, или раньше месткомы были, как-то на эту ситуацию разрешить и повлиять. Если уже совсем поведение завхоза некорректное, речь может идти, допустим, об оскорблении, но для этого предусмотрена ответственность иного порядка. Можно подать заявление в суд о возбуждении дела частного обвинения об оскорблении. Но это все хлопотно, и это потребует от работников, в том числе существенных усилий. Проще позвонить в инспекцию и сказать, меня завхоз обижает, но завхоз по отношению к вам не работодатель. Ну, есть, наверное, руководитель тоже еще, да? В конце концов, у завхоза, да, может быть, руководитель непосредственно. И это нужно решать на месте, внутри коллектива, и путем переговоров, путем написания жалобы, но это если только вот в суде дела возбуждать об оскорблении. А вот руководитель может какие-то меры применить вот к такому работнику, который оскорбляет других? Если вот все-таки вот Ольга пойдет к руководителю, скажет, что меня оскорбляет, вот что он может сделать, руководитель? Как вот эту ситуацию разрешить? Если никаким локальным нормативным актом работодателя не предъявляются требования к нормам поведения, вот к таким этическим, а это не та профессия, не та специальность, это не педагогический работник, и не медицинский работник, который все-таки профессионально обязан вот эти все моменты соблюдать, то, я думаю, ничего. Только пожурить и призвать и удержать себя в рамках делового общения. Да, понятно. Напомню еще раз телефон нашего прямого эфира 202-11-22. Если ваши трудовые права нарушаются, звоните, пожалуйста, мы вас услышим. И мы сейчас как раз послушаем следующего телезрителя. Добрый вечер. Скажите, как вас зовут и говорите свой вопрос. Добрый вечер, Вячеслав. У нас, короче, выходные неоплачиваемые представляются отгулы, говорят. Теперь нам объявили следующее, что в течение трех лет, если вы не брали отгулы, они пропадают. Это правильно? Верно? Спасибо за вопрос, Вячеслав. Ну, начнем с того, что Трудовой кодекс не содержит понятия отгул. Отгул. Как? Другой, дополнительный день отдыха это может называться. Определения такого и понятия такого отгул нет. Соответственно, никак и не регламентирован порядок и сроки предоставления этого другого дня отдыха. То, что касается неоплаты работы в выходные дни, то тут опять же, конечно, по каждой конкретной ситуации нужно конкретные документы смотреть, но может случиться так, что человек работает по графику или в соответствии с графиками сменности. И некоторые чередования рабочих дней и выходных дней, они по скользящему графику представляются. Если, допустим, общий выходной день установлен в воскресенье, а для большинства офисных работников это суббота и воскресенье, то для таких категорий работники они могут меняться в зависимости от графика работы. Так вот, если, допустим, в субботу или воскресенье у таких работников рабочий день по графику работы утвержденному, то им дополнительная оплата за этот день и не положена. Если же просто работодатель привлекает к работе в выходной, действительно в выходной день работника, то опять же, во-первых, это только с согласия работника должно производиться. И, во-вторых, работодатель должен давать работнику возможность выбора той компенсации, которую он получает за работу в выходной день. Либо это будет дополнительная оплата, вернее, оплата в повышенном размере, либо это будет дополнительный день отдыха. Поэтому, если вы хотите какого-то конкретного ответа на вопрос, что именно у вас... Ну, вот Вячеслав уже отработал выходные и не получил. Нет, но опять же, по какому основанию могло так получиться, что эти выходные дни у него были по графику рабочими? Ну, я так поняла, что, скорее всего, нет. Если бы были по графику, он бы, наверное, не жаловался. Ну, значит, собирайте документы, по крайней мере, запросите у работодателя копию приказа о привлечении вас к работе в этот день, копию табеля учета рабочего времени, расчетный листочек свой возьмите за этот период, пожалуйста, придите к нам на консультацию, в инспекцию, мы посмотрим, и тогда уже конкретнее по документам скажем, действительно ли обоснована ваша вот эта претензия к работодателю, или, может быть, он не настолько неправ. Понятно. Мы остановились на тех случаях, когда нужно и можно обращаться в суд. Я хотела уточнить еще, это можно делать параллельно, и в инспекцию труда обратиться, и параллельно в суд? Или тут тоже какая-то очередность должна быть? Это можно делать параллельно, но это абсолютно нецелесообразно, и в соображении даже практических. Когда работник заявляет о нарушении своего права, он рассчитывает, что это право будет восстановлено. Если не платили зарплату, то что эту зарплату выплатят. Если незаконно привлекли к дисциплинарной ответственности, что приказ этот отменит работодатель. В чем очевидная бессмысленность параллельного обращения и туда, и туда? Дело в том, что при обращении работника в суд, уже государственный инспектор труда не вправе выдать по этим вопросам обязательные для выполнения предписания. Если работник потом изъявит желание, чтобы за установленные судом нарушения к ответственности, административные, например, работодатели привлекли, он может предъявить просто в инспекцию решение суда. И уже на основании решения суда к ответственности мы привлечем. Эта работодатель не минует, чаша сия. Но за предписанием уже, одновременно в суток нам за предписанием прийти не получится. Понятно. У нас есть еще один телефонный звонок. Пожалуйста, представьтесь и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, Наталья. Скажите, пожалуйста, а как инспекция по труду борется с черными дозунками? Дело в том, что я проработала три месяца в организации и получала лишь маленькую беленькую официальную часть. Черную часть мероприятия отказывается заплачивать. Он не является гражданином России. На него подать суд невозможно. Наталья, добрый вечер. Вопрос ваш понятен, но, к сожалению, вы адресуете его не тому органу просто по компетенции. Потому что то, что касается неофициальных зарплат, черными их называются, серыми или как-то еще иначе, это уже компетенция налоговой инспекции. А для работников я хочу в очередной раз сказать, потому что я знаю, об этом уже говорил в бесчисленное количество раз, то, что заработная плата устанавливается трудовым договором. Если в вашем трудовом договоре установлен наклад в размере 10 тысяч рублей, то в любых инстанциях вы можете претендовать на обязательное возмещение вам работодателям именно этих сумм. Все остальное вам предстоит доказывать. Поэтому, если вы заведомо соглашаетесь работать вот в таких условиях, то, что вам на бумаге написали 10 тысяч, а пообещали еще 50, 100 или миллион, то риск не получить вот эти вот обещанные за скобками цифры, вы возлагаете на себя. Скажите, пожалуйста, сейчас в инспекцию труда поступают жалобы на то, что работодатели уменьшают зарплату, не предупреждая, как нужно по закону, я знаю, по-моему, за два месяца. Вот есть такое сейчас? Не то, что не выплачивают, а вот просто уменьшают? Ну, безусловно, такое и есть. Но, собственно говоря, я не очень четко себе представляю ситуацию, при которой работодатель и на законных основаниях может вдруг уменьшить работнику оплату труда. Потому что все изменения определенных сторонами условий трудового договора, они никак не связаны с финансово-экономическим положением работодателя. Они могут быть связаны только с организационными изменениями или технологическими. А то, что продажи упали, клиенты разбежались, или там контрагенты какие-то выплаты не произвели, это никак не может быть даже с двухмесячным предупреждением, с соблюдением этого условия, основанием для уменьшения заработной платы. Но, в принципе, работодатели сейчас играют на том, что перестают выплачивать премии работникам. А фокус-то заключается в том, что мало у кого из работников, вообще единичные такие случаи, в трудовых договорах прописано, что ему устанавливается повременно-премиальная система оплаты труда. То есть и оклад становится, или тарифная ставка обязательной частью, и премия. Пусть там вилочка какая-то установлена, но, тем не менее, это экзотика, это редко встречается. Как правило, все премии, и это закреплено локальными нормативными актами работодателя, на усмотрение работодателя. И во времена кризиса, да, это усмотрение пропадает. На это нужно обращать внимание. Послушаем еще один звонок от телезрителя. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваши вопросы. Я еще раз хочу уточнить. Перед этим я звонил вам. Вот администрация говорит, что у нас отгулы пропадают через три года. И если 10 лет я работаю, у меня там отгулы закопились, то теперь они у меня действительно только последние три года. Это верно? Вячеслав, я как уже могла, постаралась и ответила на ваш вопрос. То, что поскольку кодекс не содержит такого понятия, как отгул, он и процедуру предоставления, и сроки, которые предоставляются, конкретным образом не определяет. Но у меня со своей стороны тоже возникает вопрос к работнику. Вы их 10 лет для чего копили вот эти отгулы? Да. А какой график вот у Вячеслава, если вы с нами на связи? Потому что очень трудно это взять отгулы, очень трудно это задумать. И то, что было, да, отпуск очень трудно взять. Ну, отпуск не может быть взять трудно, потому что работодатель не имеет права не предоставлять отпуск свыше двух лет подряд. Это наказуемо. С другой стороны, если вам один год не предоставили отгулы, второй год вас опять оставили без этого удовольствия, зачем вы продолжаете соглашаться на работу в выходные дни, если за нее не повышенная оплата, не дополнительных дней отдыха? Вот как тут о самозащите трудовых прав не вспомнить? Ну, просто вот даже инстинкт самосохранения какого-то должен сработать. Мне не платят, дни отдыха не предоставляют, и отпуск не выпростишь. Зачем я хожу по субботам и воскресеньям работать? Да. Ну, я так предполагаю, что вопрос заработной платы сегодня самый актуальный. Да, вот мы его уже коснулись. Он всегда актуальный. Да, а вот есть какая-то статистика и цифры? Сегодня ситуация какая в Самарской области сложилась? Сколько вот невыплаченных зарплат? Как это исчисляется все? Есть ли такие суммы? Ну, вы понимаете, по закону организации один раз в месяц подают сведения о просроченной задолженности по заработной платы в Самарстат, то есть в орган статистики, вот, по специальной форме федерального статистического учета, номер 3F, по-моему, она называется, именно сведения о просроченной задолженности по заработной плате. Вот насколько я в курсе, по состоянию на 1 августа 2016 года о наличии такой задолженности работодатели не заявили. Но здесь нужно иметь в виду, что субъекты малого предпринимательства, они такие сведения не обязаны. подавать. Но это не единственный источник знаний о том, какая ситуация с задолженностью по заработной плате, потому что в ходе своей надзорной деятельности мы самостоятельно выявляем в ходе проверок такие проблемные организации, в которых есть задолженности, ведем свой реестр должников по заработной плате. Удивлю вас сейчас цифрой. Вот наша реестровая задолженность по состоянию на 18 августа, то есть неделю назад, составляла 259 миллионов. Вот она разница между статистикой, где ноль, и между тем, что мы реально выявили в ходе надзора, где 259 миллионов. Это 26 организаций, и там 4,5 тысячи работников. Ну вот вам предстоит, наверное, разбираться со многими, кто подаст заявление в инспекцию труда. У нас есть звонок. Пожалуйста, представьтесь и задавайте ваш вопрос. Кудрина Надежда Николаевна. Работаю на комбинате питания, институте связи, ну или как там, академии. Каждый год, как только начинаются каникулы, у нас работников комбината питания в приводительном добровольном порядке составляют писать заявление на отпуск со своего счета для сохранения соображения. Ну, отпуск, который нам положил за то, что отработал несколько месяцев, и вот, знаешь, подпуск, правомерно это или нет? Али? Спасибо, Надежда Николаевна, услышали. Спасибо. Ну, ответ очевиден. Это неправомерно. И что делать? Что делать? Вот мы с вами нас прервали первым звонком, как раз, когда я собиралась сказать, в каких случаях работникам следует обращаться в суд. Если вас работодатель принуждает к чему-либо, к написанию заявления об увольнении по собственному желанию, к написанию заявления о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, к переводу на другую работу, например, вот эти все моменты вам предстоит доказывать только в суде. Если вы не хотите брать отпуск без сохранения заработной платы, то вы не должны писать такого заявления. При наличии написанного вами собственноручно заявления или хотя бы отпечатанного, но подписанного вами и ознакомлений с приказом, что вам вот на такой-то период предоставляется этот отпуск, доказать в суде, что вас принудили к этому, будет непросто. Поэтому, если нет желания такого, только избегать написания или подписания таких заявлений. Другого пути нет. Еще хотелось бы уточнить по срокам обращения в суд. Вот есть тут какие-то сроки давности? Вот произошла ситуация, и потом уже прошло время, и человек обращается. Да, вы знаете, сроки давности есть, причем ситуация тоже очень неоднозначная и, к сожалению, не в пользу работников. Потому что вот сроки давности обращения в суд, их устанавливает 392 статья Трудового кодекса. И здесь нужно иметь в виду, что в суд может обратиться не только работник за защитой трудовых прав, но и работодатель. Допустим, с иском к работнику о возмещении причиненного материального ущерба. Это вот единственное основание. И смотрите, какая получается ситуация и действует сейчас. То, что работник может обратиться в суд за защитой своего нарушенного права в течение трех месяцев, со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении трудового права. А по спорам об увольнении этот срок еще меньше. Он один месяц составляет с датой выдачи трудовой книжки или вручения приказа об увольнении. А работодателю дается годичный срок для того, чтобы он предъявил вот этот иск к работнику в суде. Но это обосновывается тем, что вроде бы достаточно хлопотно просчитать весь причиненный ущерб и соответствующие документы подготовить. Хотя, например, мое мнение, что работнику со своей стороны для того, чтобы собрать документы, подтверждающие незаконность его увольнения, это никак не менее хлопотно, чем работодателю. Но потом вообще работник, он ведь наименее защищенная сторона трудовых отношений. За спиной у работодателя ресурс административный, юристов целая толпа. Но сейчас, слава богу, хотя бы частично грядут изменения в более выгодную для работников сторону. 3 июля 272-м федеральным законом внесены изменения в ряд законодательных актов, в том числе и в части обращения в суд по сроку. Но, правда, с очень существенным изъятием. Только по тем спорам, которые связаны с невыплатой или частичной невыплатой заработной платы, этот срок будет равен одному году. Понятно. Спасибо за разъяснение. У нас есть еще один телефонный звонок. Пожалуйста, представьтесь и задавайте Ваш вопрос. Меня зовут Анатолий. По поводу действий руководства организации по уменьшению заработной платы у нас такая ситуация складывается. Работаем по графику. И сначала нам перестали оплачивать 2 часа в сутки, потом перестали оплачивать вечерние 2 часа, потом уменьшили в 2 раза оплату ночных часов. Вот так вот уменьшают заработную плату. Правомощно это или нет? Причем ссылаются на постановление 877 от 10 декабря 2002 года. Якобы там все прописано, все это правомощно. Спасибо, Анатолий, за вопрос. Я не совсем поняла вопрос в части того, какие 2 часа изъяли вовсе из оплаты. Я могу предполагать, что может быть это связано с предоставлением обеденного перерыва, который не входит в рабочее время и оплате не подлежит. Допустим, если работает Анатолий и его коллеги в суточном режиме по графику, то работодатель обязан предоставлять перерывы для приема пищи и отдыха продолжительностью от 30 минут до 2 часов. Может быть, речь идет об этих 2 часах, я не знаю. Потому что, ведь как, мог быть принят работодательный локальный нормативный акт, улучшающий положение работников по сравнению с действующим законодательством. И когда были более благоприятные времена, могли они включить в этот локальный нормативный акт условия о том, что мы и время обеденное будем оплачивать работникам, и вечерние часы будем оплачивать в повышенном размере. Хотя в законе требование об оплате именно вечерних часов, даже и понятие такого вечерние часы не закреплено, его нет. Но это может быть предусмотрено коллективным договором, например. Меньше минут у нас остается. Вот коротко скажите, Анатолию, что... То, что касается времени оплаты ночных часов, оно должно составлять не менее 20% от оклада или часовой тарифной ставки. Могло быть, опять же, на основании локального нормативного акта, что больший размер оплаты был установлен и улучшали положение работников. Наступил кризис, деньги кончились и оставили только тот минимум, который определен законом. Да, спасибо большое за ваше разъяснение, за то, что пришли, рассказали. Спасибо. Потому что нужно знать свои права и уметь их защищать. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова